И держал это в строгом секрете, потому что именно оно давало уникальный аромат. Здесь мы можем наблюдать, видите, как круто произошла модернизация. Здесь можно наблюдать массу проявлений как стрит-арта, так и вообще народного творчества. Огромное количество людей с гитарами. Это же мойка. Гид Павел Пирес. Привет всем. В этом выпуске мы будем гулять не по одному маршруту, как это происходит обычно, а сменим несколько локаций. Потому что речь пойдет о том, как промышленные предприятия преображаются в рамках контекста изменения города и какие новые функции эти огромные здания могут выполнять. Мы побываем на бывшей бумагопредельной фабрике, в Красном Треугольнике, естественно в Новой Голландии и на территории бывшей фабрики Ландрина. Чтобы вы подумали, хотите ли вы жить или работать в стиле лофт. А может быть вы уже живете или работаете в лофте. Естественно вас ждет история, а также современный кривейческий взгляд на эти места. Ну а начнем мы с предприятия, которое производило в свое время неимоверное количество монтансье. Если где сносит башню, а точнее не сносит башню, конкретно вот эту, то в том месте, где мы с вами сейчас находимся. Сладкая жизнь предстоит обитателям данного лофта, который, как вы понимаете, будет сделан из бывшей фабрики Георга Ландрина. Компания Абсолют Стройсервис и проект Льва Серкова инновационный для нашего времени, потому что это первый опробированный вариант трансформации фабрики именно в жилой лофт. То есть мы знаем массу примеров в нашем городе, реализованных подобным планом, но немножко по другие цели функциональные, о чем, собственно, мы сегодня вам и расскажем, потому что речь пойдет о кирпичном стиле, о преобразовании бывших фабрик и заводов во всевозможные общественные пространства, где вы можете, например, даже, как выясняется, подать документы на различные цели. Жители данного, так сказать, отрезка данного участка довольно долгое время, конечно, унюхивали сладкие запахи, потому что Георг Ландрин изобрел то, что мы сейчас называем монпанси. Монпанси – это «мо», это «мой», «моя», «панси», «пассион» – это «моя страсть», так он назвал леденцы. Существует распространенная легенда о том, что он работал на купцов Елисеевых, и один раз, будучи под шофе, проснулся и с большого перепоя забыл завернуть свои леденцы в фантики. Сел горемычный, получив сбучку от патронов своих возле гимназии, и решил, соответственно, распродать гимназисткам. А те взяли и все, и раскупили. И тогда Ландрин подумал, а что бы, собственно, не сэкономить на обертке. Но это, конечно, городская байка, точно такая же, как в свое время была придумана подобная история с булочником Филипповым про изобретение саек с изюмом. Мол, нашел в своей саеке градоначальник таракана и вызвал Филиппова, и сказал, что это что? Он сказал, изюминкос. И пришел к себе на производство, тут же кинул таз с изюмом в квашню, и так вот появились эти самые саеки. Поэтому это не более чем, конечно, городская легенда, но, тем не менее, действительно, здесь у нас довольно долгое время была сладкая жизнь. И о том, как она протекала, и более того, о местности, которая этому сопутствовала, мы вам расскажем, выйдя из этого замечательного жилищного комплекса. Чтобы вы понимали, насколько популярной была продукция этого фабриканта, я могу вам сначала рассказать стишок, который ходил в народе. С чем сравнить мне ваши глазки положительно ни с чем? Не могу сравнить их даже с Лондрином и Монпансия. Есть роман Ивана Шмелева «Лето Господне», который я всегда рекомендую прочитать тем, кто хочет узнать, как жил в древолюционный старообрядческий московский бизнес. В нем он описывает, понятное дело, свое детство. И там есть пара отрывков, которые нас интересуют, я позволю себе их процитировать. Вообще, я не рекомендую вам читать это произведение «На голодный желудок», потому что там постоянно едят. Там постоянно вот эти, знаете, уменьшительно-ласкательные суффиксы. Всякие булочки, пирожочки, кренделечки, грибочки, сметанка и так далее. Стрепуха варит похлебку нищим. Их уже набралось у ворот, топчутся на снежку. Трифоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли Панкратыч. Обратите внимание на вот эти названия. Трифоныч Панкратыч. Хочет первым его поздравить, шепчет мне. Уж преподнесу ландринчику и мармаладцу. Любит с чайком Панкратыч. Видите, Панкратыч, хоть и взрослый, любил ландринчик с чайком. Но не только Панкратыч любил. Например, после похода в церковь, он еще мальчик, после причастия, все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке за здравную просвирку. На мне новый костюмчик матроски с золотыми якорьками очень всем нравится. У ворот встречает тот самый Трифоныч и преподносит жестяную коробку ландринчика Монпансия. Жестяная коробка ландринчика Монпансия – это такой своеобразный бренд. Потому что это мы с вами живем в эпоху всевозможных одноразовых упаковок, эпоху переработки мусора. А в то время, ну не только ландрин, надо сказать, это поняли многие производители, и Жош Борман, и Абрикосов. Они, соответственно, заказывали у специальных производителей специальную упаковку. Как правило, это действительно были жестяные коробки в авторском дизайне, как мы сейчас сказали. И туда помещали свои конфеты. И, естественно, конечно же, особенно представители женского пола, после того, как использовали по назначению содержимое, саму коробку никогда не выбрасывали. Она могла пригодиться для разных целей. Она могла, соответственно, стать вам хранилищем и для всевозможных швейных принадлежностей, и для какой-то мелочи, которая всегда была полна в доме. Дети с удовольствием использовали это для каких-то своих игрушек. И этих коробок до сих пор у нас сохранилось огромное количество. Я вам, в принципе, за кадром подставлю сейчас некоторые, во-первых, рекламы этого самого ландрина, потому что они были выполнены в одно из время в популярном тогда стиле модерн, очень характерном и узнаваемом. Ну и, естественно, саму эту упаковку в том числе. На самом деле, народная молва назвала Георга Федором, причислила его к нашим российским крестьянам, и фамилию, мол, он свою получил от речки Ландры. Но, естественно, это такая народная очередная легенда. Он был из аздейских немцев, просто довольно предприимчивый человек. Начинал он при кондитерской Вольфе Беранже, а хотя про Елисеевых тоже в ее биографии что-то имеется. Ну, к сожалению, мы мало что знаем про его детство, юность и так далее. Не сохранилось даже портрета. Такое тоже бывает. И, соответственно, он, когда добился успеха, начинал он не здесь, начинал он на нынешней улице Римского-Корсакова и Английском проспекте Старопетербурговском, тогда он назывался. А потом вот эта фабрика, которая возникла, она, к сожалению, для него уже появилась в тот момент, когда он отбыл в мир иной. У него была жена Евдокия, которая затем вышла замуж один раз. Муж умер, потом второй раз. Вот третий уже ее муж, Валентин Максимович, стал совладельцем, потом полновесным владельцем, взял себе в партнера Карла Гейда, такого англичанина, а тот взял в партнера человека тоже с очень забавной фамилией, Элефант его звали. И они организовали товарищество на паях, или, как бы мы сейчас сказали, акционерное общество. Вот, собственно, это-то товарищество и выкупило здесь участок, и построило данную фабрику. Еще при жизни Георгова Андрина производство маркировалось специальным дуглавым орлом, знаком поставщика двора его императорского величества. Только он и Жорж Борман в Петербурге из кондитеров были достойны такой чести. До 1917 года данный комбинат производил неимоверное количество всевозможных сладостей, не только. Карамельки, которые изначально, на чем он тоже, так сказать, сделал себе имя, они были не одноцветные, а двуцветные и, соответственно, разных вкусов. Вообще он изначально добавлял в них специальное масло розовое и держал это в строгом секрете, потому что именно оно давало уникальный аромат этим конфеточкам. В 1917 году, понятное дело, что произошло, причем вначале они даже затеяли какую-то модернизацию, но пришли революционно настроенные солдаты и матросы и все остальные дорогие граждане и сказали спасибо. Фабрику национализировали. Она одно время называлась фабрикой имени Микояна, потом просто носила порядковый номер 3. Удивительное, потому что очень любили у нас почему-то именно сладкие производства называть фамилиями различных революционеров, ну, например, Бабайский комбинат, да, Абрикосовская фабрика, либо уже упомянутый Жорж Борман, это фабрика имени Конкорде Самойловой. Ну, а вот это производство было просто под порядковым номером. Затем это уже в наше время стало фабрикой Азарт. Ну, и вот на волне тенденции выноса производств и сворачивания глобальных производств уже практически, можно сказать, в центре Петербурга, теперь мы имеем здесь вот такой вот лофт, который, конечно же, обладает массой уникальных свойств. Я уж молчу про высоченные потолки, чуть меньше четырех метров, про уникальную планировку, про окна, которые там будут монтированы, деревянные, то есть будет воссоздана некая атмосфера, которая вас приблизит вот к ощущению, ну, я надеюсь, того, что здесь когда-то было на этом месте, только вы будете пребывать в радости и комфорте. Теперь давайте перенесемся на Синопскую набережную и улицу Красного Текстильщика. Возле Большооктинского моста, которого тогда еще не было и в Помине, в 1833 году было построено вот это здание. Бумагопредельная мануфактура, которой владел Людвиг Штиглиц. Человек, сделавший традиционное действие для людей иудейского вероисповедания, приехав сюда, в Россию, он принял не православие, он принял лютеранство и таким образом получил все права. И стал очень удачным банкиром. Банкиром и предпринимателем. И фактически выиграл гонку за сердце Николая Первого у Ротшильдов. Ротшильдов отодвинул Ротшильдов на довольно долгий промежуток времени. К сожалению, потом они вернутся, когда уже для него, к сожалению, когда его уже сын Александр стал наследником его предприятий во всех областях, как бы сейчас сказали, бизнеса. Вот это здание, это уже вторая бумагопредельная мануфактура, построенная в 1890-х годах, совершенно в другом стиле, в таком явном кирпичном. Раньше панораму этого консорциума, можно сказать, прорезали три трубы. Они получили название по трем машинам, которые стояли там, паровым машинам. И названы они были крайне романтично, вера, надежда, любовь. А, к сожалению, от труб, в общем-то, осталась только вера, надежда и любовь. И больше ничего. Вы все прекрасно знаете это место, потому что здесь, во-первых, находится центр документов единый. Во-вторых, здесь находится налоговая инспекция, куда вот я буквально сегодня приехал для того, чтобы обновить мне цифровую запись. Это все заняло у меня буквально две секунды. Что говорит о том, что Россия наша шагнула просто семимильными шагами по сравнению с тем, что представляла она собой в 90-е годы. Вот посмотрите, как можно изменить промышленное предприятие. Здесь у нас находится столовая. А вот там у нас находится двор, куда, надеюсь, мы с вами и попадем. Соответственно, Людвиг Штиглиц основал это предприятие. Он передал все свои активы сыну Александру. Сын Александр женился, и, к сожалению, у них не было своих детей. Супруга и тогда они усыновили девочку. С этим связано огромное количество легенд. Она получила фамилию Июнева, потому что самое распространенное заключало в том, что ее нашли в июне в кустах сирени. Более, соответственно, принятая в обращении версия заключается в том, что она была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича. И что, собственно, Николай I лично попросил Александра Штиглица ее усыновить. И она являлась самой-самой богатой наследницей вообще в истории Российской империи на тот момент. Вышла замуж за статус секретаря Половцова, который очень удачно воспользовался этими капиталами. Для них, соответственно, был перестроен особняк на Морской улице, нынешний дом архитектора. А она потом еще пристроила сюда... Ну, пристроила. Появилось еще одно предприятие. Ниточная фабрика, располагавшаяся уже вот там. И здесь мы с вами можем видеть следы советские, которые говорят нам о характере производства. И чтобы вы понимали вообще про объемы, во второй половине 19 века 33 процента, ну, в общем, треть всего производства вот этого бумагопредельного было здесь. Видите, какая прекрасная мозаика. Они очень хорошо смотрелись раньше на зданиях, построенных в стиле советского модернизма. Девушки, голуби и так далее. И Александр Штиглис – это один из самых главных меценатов и самых главных благотворителей второй половины 19 века. Ну, во-первых, вы все знаете институт, названный его именем. В советское время он у простых студентов именовался Мухой, потому что носил имя Веры Игнатьевны Мухиной, которая там никогда не была. Она прекрасный скульптор, вы все знаете ее по рабочему колхознице. Но вот фамилия Штиглис была выморана. А он же, помимо всего прочего, его семейство основало фабрику в Иван-городе. И вот, чтобы понимали, если напротив кексгольскими на фактуре в 1905 году были восстания, значит, сбастовки и так далее, то на эту фабрику даже не пустили агитаторов, потому что Штиглис сделал все для своих рабочих. У них была касса взаимопомощи, куда он сам деньги отдавал, и, соответственно, из этой кассы взаимопомощи они могли тратиться на помощь там, ну, вдовам тех, кто, соответственно, умер на производстве каким-то неимущим, инвалидам и так далее. У него были там ясли, у него была даже школа рисования. Здесь мы можем наблюдать, видите, как круто прошла, произошла модернизация этого здания. Само оно, конечно, впечатляет, согласитесь. Это такая эпоха стиля модерн в промышленной архитектуре, то есть, чтобы вы понимали, вот это у нас еще пушкинская эпоха, а это уже время Александра III. Более того, Штегриц на все собственные деньги проложил железнодорожную ветку туда, в Вангород, из Петербурга, и сделал потом еще один шаг, он проложил ветку в Петербург. Причем по бизнес-планам той эпохи выходило, что эти железные дороги отобьются, ну, лет через сто максимум, да, тем не менее, он, кстати, сделал неплохие деньги, потому что они добились гораздо быстрее, он очень грамотно понял, что это направление, где будут ездить великие князья, представители вообще семейства Романовых, потому что там еще шла на Красное Село, где летом стояли полки во время своих лагерей учебных, ну, и, собственно, так оно и случилось. Также фамилия Штегриц вам не безызвестна, если вы окажетесь на английской набережной, где был построен его особняк, который потом купил один из великих князей, и, в общем-то, Штегриц вот в процессе своей деятельности он постоянно отказывался, вот, кстати, смотрите, старый лючок с немецкой надписью веяния эпохи. Он все время отказывался от своей деятельности, то есть, когда его отец умер, он увлекался поэзией и так далее, лично Николай I его пригласил на аудиенцию и попросил, как бы, взять браздеправление в свои руки, потому что, ну, у них было имя. Вся внешняя торговля проходила через банк Штегрица. Зарплату дипломаты в Европе наши российские получали через банк Штегрица. И потом, уже в эпоху Александра II, когда был организован первый у нас такой государственный банк, кто был его первым директором? Александр Штегриц. Прослужил там 6 лет, ушел с должности, его подсидели, а он особо и не боролся за свои собственные права. И интересно, что когда он умер, в его завещании деньги достались вот всем. То есть там был, не забыть, даже там парикмахер, какой-то, значит, последний приказчик. Он всех помнил, всем что-то досталось. Ходили байки о нем такого рода, что он кому-то из своих подопечных подарил дом. Тот использовал этот дом как стартовый капитал, и когда он раскрутился, ну, говоря по-современному, он пришел обратно к своему благодетелю, поблагодарил за это. А тот, собственно, уже у него из башки это все вылетело, он им еще один дом подарил. Вот. Я, естественно, конечно же, не идеализирую этого человека, но в ряду других бизнесменов той поры, которые рассматривали очень часто Россию как современный Китай, да, то есть, можно было до 300% прибыли получать из-за того, что не было никакого социального обеспечения и все такое прочее. Штеглис, конечно, очень сильно выделялся. Ну, а в советское время интересно, что весь этот комбинат получил сначала имя Степана Халтурина, народовольца, террориста, который строил взрыв в Зимнем дворце в феврале 1880 года, именем которого была названа улица Миллионная в советское время. Ну, а в 1938 году естественно, это произошло после смерти Сергея Мироновича Кирова, он получил имя Кирова. В годы Великой Отечественной войны не прекращалось здесь производство, здесь было шито неимоверное количество маскировочных сеток, которыми были укрыты основные памятники в нашем городе, и не только они, но и также стратегические промышленные предприятия. Здесь врос буквально в снег паровоз, а возле берега пароход, и, соответственно, вот от двигателей поступала энергия. Ну, а затем, как вы понимаете, когда началась эпоха выселения предприятий за черту города, и данная, соответственно, фабрика уже утратила свой былой вес, здесь вот теперь вот такое. Ну, и надо сказать, что когда ты сюда приезжаешь, все сделано для людей, начиная от изначальной регистрации, заканчивая там вот очень удобно придуманной электронной очередью, ну, и вот парковочка, пожалуйста, есть, хоть и платная, но теперь тут везде платная парковка, зато ты можешь спокойно приехать и встать. В общем, сплошные позитивные эмоции от посещения теперь такого места, как налоговая, кто бы не сказал об этом раньше. После такого облагороженного места посмотрим на полный трэш-угар, который ждет нас на набережной обводного канала. Посмотрите, какая красивая оригинальная елочка, сделанная из резины. Мне кажется, это лучший символ того, что сейчас происходит с данным комплексом. Ну, собственно, все вам намекает на характер производства, мы находимся на территории знаменитого Красного Треугольника и в отличие, скажем, от всех других локаций, которые будут присутствовать в данном выпуске, это прям трэш-угар и садамия. Хотя, вот видите, намеки о былом прошлом присутствуют и самое главное, что мы можем здесь видеть, еще даже остатки былых промышленных мощностей. Вот они. Даже кто-то заботливо укутал. На самом деле, я вам клянусь, я всю свою сознательную жизнь был уверен, что красный треугольник это, ну, вот как, знаете, красная нить, красный выборжец, то есть, эта приставка красная обозначает, что когда-то эта фабрика была просто треугольником, а потом, соответственно, она была национализирована и стала красной. Нифига! Красным треугольником данное предприятие называлось еще задолго до революции, потому что фирменный знак, бренд, его был как раз треугольник, отгадайте, какого цвета. Российско-американская промышленная вот эта вот фабрика, она была организована при этом абсолютно не американцем, а европейцем, и она производила неимоверное количество галош, собственно, как и в случае с Лондряным, который никому не доверял вот секрет этого масла, добавляемого в его леденцы, так и здесь, на самом деле, когда было организовано это производство, когда замешивали каучуковую смесь, выгоняли специально всех рабочих, оставляли только тех, кто имел отношение непосредственно к производству, чтобы, не дай бог, секрет не проник в уши, глаза и прочее конкурентов, оберегали его. Сейчас, конечно же, галоши это отнюдь не востребованный товар, потому что у нас есть неимоверное количество обуви, самые разные, всевозможные. До революции я уже как-то об этом говорил, галоши это было прямо альфа-мега бытия, потому что дороги были в ужаснейшем состоянии. Если вы выходили из дома без этих самых галош, вы рисковали остаться в принципе без обуви. А обувь стоила адски дорого, поскольку вся, как правило, делалась на заказ. Вот опять-таки, видите, оптовая продажа обуви. То есть, какие-то такие остатки былой роскоши. Галоши вообще, ну, есть несколько версий, как они вообще случились, произошли. Некоторые от галлов производят названия, потому что они в свое время вроде как изобрели некие такие обертки специальные вокруг своей обуви. Но вообще каучук пришел из Америки. первые завоеватели этого континента увидели, что у индейцев есть очень какие-то интересные, странные накидки непромокаемые, ну и обувка у них характерная. Так что, в общем, это такая франко-американская смесь, если можно так выразиться. Здесь, на этом неимоверно огромном участке территории существовало несколько производств. Тут была еще одна шоколадная фабрика Мариса Конради, о которой я расскажу отдельно, потому что там есть совершенно поразительный сюжет. И она, объективно говоря, располагалась изначально на Старопетерговском, потом сюда переехала. Здесь была асбестовая фабрика, чуть дальше, если туда выйти, там это уже будет часть нашего другого тура. Там было голливанопластическое производство, которое наладил герцог Клихтенбергский, это супруг старшей дочери Николая I, Мария Николаевна, и они там соответственно производили огромные статуи. например, все, что вы на Исаакиевском соборе видите, было сделано там. Ну, а, соответственно, вот эта вся такая мини- страна, она занималась производством резины и все, что с этим связано. здесь еще была такая фирма Макентош, которую потом эта фабрика выкупила. Интересно посмотреть, ну, она точно так же, она акционизировалась, да, или акционировалась, как правильно сказать. Ну, короче, товарищество на паях, опять-таки, было организовано. Интересно посмотреть на состав этого товарищества. Там буквально было несколько человек, двое из них были крестьянами. Это к вопросу о том, что когда вот новоявленная власть стала отнимать все у проклятых капиталистов и буржуев, вот некоторые, да, действительно, крестьяне, некоторые крестьяне были настолько богаты, что они пережали многих аристократов. Просто я напоминаю, что в России было сословное деление, очень долгое, и у вас, соответственно, всегда должно было в паспорте быть записано, кто там, мещанин, дворянин, крестьянин, представитель духовенства и прочее. Сложно представить, что здесь будет. Ну, вначале, нет, представить-то как раз не сложно. Сложно представить, соответственно, кто возьмется, при каких обстоятельствах за это все, потому что, понятно, кусок максимально лакомый. Сейчас все, что находится за водным каналом, уже давным-давно продается, как центр Петербурга. Хотя, вот, в годы моей молодости, кто бы мне сказал, что это все будет так трактоваться. Ну, однако, я надеюсь, что рано или поздно данное место постигнет судьба, ну, допустим, вот, как всех выше, ниже представленных локаций. Здесь можно наблюдать массу проявлений как стрит-арта, так и вообще народного творчества. Огромное количество людей с гитарами, потому что здесь очень много музыкальных репетиционных бас вы можете наблюдать. Производство по-прежнему где-то присутствует, но, конечно же, все это в унылом достаточно состоянии. Мне, когда я штудировал историю данного предприятия, потому что, естественно, не хочется просто тупо цитировать Википедию или какие-то другие более-менее известные всем источники, попалось совершенно уникальное издание. Большое спасибо сайту CityWalls, нашему архитектурному, нашей архитектурной такой энциклопедии и пользователю по имени Риэлтор, я, к сожалению, не знаю, как его зовут, он таким, соответственно, ником там обозначен, такой благообразный мужчина в костюме. Так вот, он, собственно, наручно сканировал буклет этой самой российско-американской фабрики, буклет начала 20 века. И в этом буклете показан вообще масштаб того, что из себя данное производство представляло до революции. там мы можем видеть массу поразительных вещей, начиная с детского садика и библиотеки, заканчивая даже какими-то абсолютно развлекательными историями. Я себе позволю сделать вот что. Я долго думал, как это оформить, потому что он в PDF. Во-первых, если вам интересно, я размещу там внизу ссылку на скачивание этого файла. Если хотите узнать поподробнее, узнаете. А ну вот видите, мы шли-шли-шли, мы шли от обводного канала и вот мы выходим в некий, выходим, точнее, заходим-выходим в некий очередной выезд-въезд, а производство все еще продолжается, да, и конца и края ему нет, да, то есть вы можете себе хотя бы на секундочку представить все эти масштабы. Ну и, конечно же, вот это вот с Кибиди, да, снимался здесь клипы и в принципе данная локация крайне востребована у всех, у фотографов, у клипмейкеров, потому что вот эта вот фактура раздолбанная, она идеальна, подходит для всевозможных творческих начинаний. Вообще, значимость галош, или калош, как их у нас еще называли, можно проследить даже по всевозможным произведениям, знакомым нам с детства, помните, чем питался крокодил у Корнея Чуковского или купила мама Леши отличные галоши. Был прекрасный случай, как в Москве в театре Таирова в одного высокопоставленного большевика во время спектакля украли галоши. Я не помню, кто это был, то ли Калинин, то ли кто-то из них, и директор театра потом переживал, но особенно мне запомнился один эпизод из как раз истории партии народной воли, когда Николай Морозов со своей женой Леботович, они сидели, ну, они жили напротив нынешнего московского вокзала, тогда Николаевского, и, в общем, так получилось, что была накрыта конспиративная квартира в бывшем Лештуковом переулке, ныне переулок Джамбула, ну, и, в общем, пошла жена Леботович туда выяснять, это я очень-очень вкратце рассказываю, ее там приняли, она очень долго водила полицейских по городу в надежде, что Морозов, которого предупредили об этом, соберет всю нелегальщину, вообще все документы уничтожит, и очистит квартиру, и свалит. А он этого не сделал, он решил ее дождаться, и когда она пришла, уже под конец, чуть не сказал, рабочего дня, да, и он ее встречает на пороге, она разыгрывает из себя такую, знаете, дурочку жену, ой, пожалуйста, не бей меня, я все перепутала, ну, подыграла, и, в общем, оставили их в этой квартире до дальнейших разбирательств, в комнате прямо напротив выхода. Ну, и, соответственно, они тут же предложили городовому, который их охранял, чайку, он там пригрелся, и, в общем, пока он чайок пил, Морозов в одних, как раз-таки, калошах убежал, и больше суток полицейские охраняли пустую комнату, соответственно, на боссу ногу он их надел, а почему, а потому что, опять-таки, калоши, это обязательный, на самом деле, элемент жизни Петербурга, даже в послереформенную эпоху Российской империи. Если верить Антону Павловичу Чехову, то в то время, ну, чё уж, как мы называем акт полового соития нынче, да, ну чё, трахаться. А тогда люди говорили тараканица. И вот вы знали, что у нас есть таракановский мост? Он находится прямо в створе вот этой массивной арки, вот отсюда, кстати, видна протяженность всего комплекса красного треугольника. Так почему мост называется таракановский, да? Потому что вот там, на нынешнем бульваре Циолковского раньше протекала речка таракановка. Её потом засыпали и проложили этот бульвар. Он собственно имеет вот такую очень странную изогнутую форму, поэтому можно догадаться, что там раньше что-то протекало. обводный канал, который изначально был прорыт в попытке отведения вод и спасения города Петербурга от наводнений, был довольно долгое время южной границы города. То есть вот там начиналась промышленная заводская территория, хотя, как мы можем видеть, и с правой стороны вот ещё один ярчайший обращик кирпичного стиля, это бывший завод Дурдина. И вопрос с отсечением всевозможных революционно настроенных масс решался очень просто. Значит, выстраивались здесь соответственно наряды полиции казаков и вуаля. И собственно мы с вами находимся как раз таки в том месте, где 9 января 1905 года разгорелась одна из вот главных трагедийных вех того дня, потому что с юга шла колонна возглавляемая Попом Гапоном, её встретили раньше, ещё у Нарских ворот, а здесь вот встретили конкретно в этом месте ещё целый ряд рабочих, ну и в общем с этого фактически началась первая русская революция именно с этого дня. А сейчас, как я уже сказал, данный канал, который, кстати, хочу заметить, видите, облицован, а ещё после войны берега здесь были вполне покатые, обыкновенные берега, да, с деревцами, поросшие травкой, некоторые даже детки умудрялись тут купаться, хотя вода была вот не ахти. Я всегда рассказываю, что бабушка моя, которая, ну тогда она ещё была 15-летняя Шура Романова, они жили на Малодескосильском проспекте, так вот, за водой она во время блокады ходила не сюда, на обводный, хотя и сюда было ближе, она ходила на фонтанку. Ну и, соответственно, был проект его тоже засыпать, ещё до революции проект возникал. Собственно, об этом мы и об этих проектах говорим в этом выпуске и сделать здесь проспект, потому что немного потерял он уже в тот момент, как многим казалось, свой характер, хотя, конечно же, почему все фабрики и заводы были выстроены по берегам рек и каналов, потому что максимально удобно подвозить товары, точнее, отвозить товары, да, производимые предприятиями и подвозить всё, что необходимо для производства. А теперь самое время прогуляться по мойке и зайти в общественное пространство Новая Голландия. Наверное, один, конечно, из самых сдачных примеров реновации бывшего промышленно-складского помещения находится вот здесь. Новая Голландия, которая стала притчей в языцах в хорошем смысле этого слова, на самом деле обросла, конечно же, мифами, легендами, известными и малоизвестными. Если мы вот сейчас переведем камеру вот туда, то я вам подставлю старинную раскрашенную гравюру художника Мартынова и там вы будете видеть непосредственно арку данную. За комплексом Новой Голландии еще нету абсолютно никакой естественной тюрьмы военной, потому что она была возведена только в 20-е годы 19 века по проекту архитектора Штауберта, но мы об этом еще поговорим. А на переднем плане вы могли видеть какие-то странные такие лодки с чем-то на них. Это лес, строевой лес непосредственно, потому что Петр I уделял огромное количество, огромное количество, уделял огромное внимание. Да, заплитык начинает язык отсоединять. выращивание корабельного леса. И треть его указов посвящена именно этому. Была даже специальная должность форштмейстер, ну, когда вы слышите мейстер, да, егермейстер, допустим, фельдцехмейстер, начальник артиллерии, а здесь конкретно имеется в виду лесник, да, такой главный в лесничестве. А для присмотра за этим корабельным лесом уже непосредственно на складах была учреждена должность оберсарвайра. Такие вот старославянские названия. Почему? Потому что, естественно, нужно было строить флот. Здесь когда-то располагался дворец, его даже была высажена роща, и потом эту рощу срубили и, в общем, построили то, о чем я вам сейчас буду рассказывать. Мало кто понимает, что на самом деле мы имеем дело не с островом Новой Голландии, а с двумя островами Новой Голландии, потому что они как бы прорезаны вот этим самым каналом. Здесь нам предстает один из главных символов Санкт-Петербурга, наиболее, наверное, известный в художественном отношении по рисунку Остраумовой Лебедевой черно-белому. Если мы посмотрим, мы, в общем-то, не догадаемся, что колонны на самом деле сделаны из розового гранита финского, а вот эти триглифы, это называется элемент, они вообще-то сделаны из песчаника, который должен быть желтого цвета. Но посмотрите, какого они и сейчас прекрасного оттенка. Более-менее напоминает вот этот желтый цвет, из которого сделаны эти триглифы. Вот эта гирлянда, которую один из искусствоведов назвал полотенцем на гвоздях. Сначала мы поговорим вот конкретно про эту арку. Считается, что ее автор Вален де Ламот, которого вы можете знать по Малому Эрмитажу, они вместе с Кокориновым делали гостинный двор, церковь небезывестная на Невском проспекте, о которой вы можете прочитать, как вы думаете, как у путеводителей. Ха-ха. Да, немножечко. И об этом заикнемся. На самом деле три автора у этой арки прежде всего это, конечно же, Савва Чевакинский или Чевакинский, я до сих пор не знаю, как правильная фамилия произносится, который, в принципе, изначально придумал новую систему хранения корабельного леса, потому что, как вы можете даже знать из школьного курса, изначально лес хранили плашмя. Вот я, как столяр, помню, что ты заходишь вот в эту сушильню, и тебе нужно конкретную доску вынуть, для этого тебе нужно разобрать собственно весь штабель. Это крайне неудобно, особенно, конечно, это неудобно с такими огромными бревнами, которые служили для постройки кораблей. И поэтому Савва предложил новый, ну, как считается, голландский метод, собственно, отсюда вторая версия, почему этот остров был назван Новой Голландией. Первая, потому что тут ха-ха, тупо жили голландцы. Ну, третья версия, потому что просто Петру это все напоминало Голландию, потому что мы не северная Венеция, мы вообще-то северный Амстердам, по идее, потому что он, сколько раз я произнес слово потому что, да, мечтал построить непосредственно Амстердам на Васильевском острове. И он придумал такие вот, значит, отсеки, он их назвал конусами, они немножко были такие под углом, к ним были прислонены решетки, и вот на эти решетки бревна и размещались. Чевакинский предполагал вот этот вот проем-проезд и когда Вален Даламот принял эстафету, а почему он ее принял, потому что Чевакинский два раза ошибся. Первый раз он ошибся, когда делал вот угол с Адмиралтейским каналом, там было огромное количество сараев, и он не понимал, где берег заканчивался, и он сделал этот угол более острым, соответственно, а должен был сделать немножко вот так вот. Когда сарай снесли, выяснилось, что часть берега просто пустует. Вторая ему ошибка была то, что он сваи начал бить опять-таки не в том месте, потому что не имел нормального плана. Его на какое-то время отстранили, вот передали Вален Даламот. Но Вален Даламот совершил свою ошибку. Он предполагал вот эту арку сделать гораздо меньше по проему. Вообще, забегая вперед, должна была быть еще вторая арка с той стороны. Покажу, где. Ну и еще третий такой персонаж Иоганн Герард. Это, конечно, самый потрясающий человек в этой истории. Он был инженер, и он очень, конечно, хотел тоже вписаться в дело строительства. Он везде ходил, вынюхивал, что не так. Ну и, по-русски говоря, стучал. Стучал на своих коллег по архитектурному цеху, и на этом пытался сделать карьеру. И ему в какой-то момент это удалось. Причем он вот этот проект хотел переработать, и он вообще хотел убрать нафиг эту арку. Оставить просто обыкновенный проезд проплыв, я бы даже сказал. И один раз, когда, соответственно, ему очередной раз сказали, ну, нет, мы будем придерживаться проекта Вален Даламота и Чевакинского, он ушел, шел, 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 и пришел, говорит, а вы знаете, потерял я черты. эти же апробированные с этими лесными сараями, складами. Ну, причем не было никаких штрафных санкций ему, пришлось снова это все дело рисовать, перерисовывать. Так что в итоге считается это тройное. Авторство, не знаю, как вы будете жить теперь с этой информацией, да, всегда умиляюсь этому, когда рассказываю про авторство того или иного архитектора, все таки кивают на экскурсиях, да, 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 через пять минут уже все, все фамилии вылетели из мозга, особенно если речь идет об иностранных фамилиях, а у нас Петербург, не совсем русское название, в принципе, да, и чего уж тут. Тем не менее, вот, значит, здесь были организованы вот эти склады, но помимо складов тут еще была масса всего, а вот здесь, вот как раз на месте сохранившейся рощицы, была построена вот эта круглая тюрьма. Для того времени она была передовой, собственно, как и, допустим, шпалерка печально известная, да, которая была идея, которая была подтырена у Соединенных Штатов Америки, она была передовой. На первом этаже не было камер, на первом этаже была пекарня, мастерские всевозможные, а по, соответственно, сколько там, господи, из головы вылетело, то ли по 50, то ли по 100 камер на каждом этаже, в общем, какое-то четное число, ну, знатоки, напишите, так сказать, продемонстрируйте свою осведомленность, можете загуглить, если не помнить, наизусть. Интересно, что это сооружение носило, в общем-то, и позитивный характер, потому что сначала, когда сюда попадали, ну, короче, грубо говоря, это военная гоп-вахта, да, чтобы понимали, только для моряков, когда они сюда попадали, их, естественно, отводили на штрафные работы. сначала чуть ли там не в Кронштадт или вот на верфи, но потом выяснилось, что это крайне неудобно, потому что им надо, ну, охрану давать. Поэтому организовали здесь мастерские, такелажные, столярные и так далее. Вот эти моряки, которые были изначально из крестьян и таких профессий, не имевших, они здесь им обучались, и когда они отсюда, соответственно, выпускались, они выходили, ну, дипломированными специалистами в разных областях. То есть таким образом ты, в общем, совершил некое преступление, отсидел, но зато приобрел профессию. Вот с этой стороны мы потом подробно коснемся этих строений. Буквально на секунду мы все время показываем вам кирпичные строения, кирпичный стиль, а вот это манифест архитектора Виктора Шретера касаемый постройки в кирпичном стиле уже его доходного дома. Причем здесь такие уникальные треугольные эркеры, а наверху вот большие окна это были предполагаемые по замыслу архитектора мастерские. То есть таким образом Шретер доказывал, они вдвоем над этой идеей работали, Виктор Шретер и Ираним Китнер доказывал, что кирпичный стиль даже в гражданском строительстве доходных домов он может быть вполне себе прекрасным. И дальше мы можем наблюдать его особняк личный тоже в таком французском ренессансном стиле построенным и тоже из кирпича обратите внимание. Это был его личный дом. Этот миф уже развеян, я его касался ни в одной своей лекции, там наверху есть стеркель с треугольником. На самом деле к масонству конкретно это не имеет никакого отношения, это имеет отношение к союзу архитекторов, первым председателем которого был непосредственно Виктор Шретер. Конец истории. А вот с Новой Голландии есть некий миф, который я встречал даже у уважаемого мною историка Леонида Мацаха, к сожалению, почившего обозе, о том, что это некая масонская затея. На самом деле нет. Ну, он основывался на чем? что вот этот треугольник и вот круглая тюрьма глаз. Но вы уже даже из моих слов знаете, и это понимаете, что треугольник был построен, возведен раньше гораздо, причем не по замыслу Петра Первого, а тюрьма была пристроена уже в Пуштинскую эпоху. То есть это опять-таки попытка натянуть сабу на глобус непосредственно. Ну, а мы с вами сейчас здесь как раз очередной угол, да, мы с вами сейчас перенесемся методом волшебного монтажа на территории непосредственно Новой Голландии и там продолжим небольшой такой краткий экскурс в историю данной местности. Надпись «Бутылка» она обозначает распространенную байку о том, что это прекрасное круглое сооружение в народе называлось «бутылкой» и отсюда выражение «не лезь в бутылку». Ну, я думаю, что это легенда точно такая же, как то, что глагол «слоняться» произошел от дырешнего Суворовского проспекта, а тогда «слоновьи улицы», где выгуливали слонов. хотя, конечно, почему и нет. Собственно, не столь это важно. А важно другое, что этот конкретно непосредственно остров должен был переделаться на самом деле еще до революции, задолго. В то время было немало таких градостроительных планов, один из самых известных принадлежит инженеру Янакиеву, который разрабатывал его вместе с двумя архитекторами Перететковичем или Перететковичем, тоже, кстати, до сих пор не знаю, как правильно фамилия его произносится, известный у нас прежде всего по дому Вавельберга на Невском проспекте и Леонтия Бенуа. Они предлагали вообще нафиг засыпать крюку в канал, не они одни, есть планы и в общем расширить магистрали, пробить с той стороны дублер Невского проспекта, есть соответственно схемы, это показывающие и глядя на них ты понимаешь, что если бы им это удалось, то возможно сейчас в городе было бы гораздо меньше пробок. Интересно, каким образом они бы добились этого сохранением или без исторического ландшафта. дальше такой деятель как Людвиг Фонтана, он что хотел сделать? Он хотел бассейн, который мы направляемся опытовый, он назывался, засыпать, разбить на его месте соответственно такой сквер, точно так же засыпать вот эти два канала, соединив их практически с Адмиралтейским островом, ну и в общем полностью преобразовать функцию дальнего места. Наконец еще один человек с непроизносимой немецкой фамилией мыслил примерно в том же самом русле. Почему? Потому что остров принадлежал морскому ведомству. То есть если в советское время он принадлежал военному ведомству и как вы знаете его долгое время пытались у него изъять и слава богу изъяли, потому что при всем уважении но незадача военных сохранять архитектурные наследия у них совершенно другие цели в этой жизни. Не получилось. Почему не получилось? Ну отгадайте. Все как всегда упиралось в деньги ну и конечно же Первая мировая война очень сильно на то повлияла. опытовый так называемый бассейн я надеюсь опытовый все-таки да а не опытовый он здесь был устроен еще в 19 веке соединен как раз вот этими двумя каналами которые и разделили собственно остров на две части и здесь реально испытывали модели кораблей например здесь испытывали модель такого небезызвестного вам корабля как Аврора Ермак и так далее и специалист по фамилии Крылов именно здесь доказал теорию заключавшуюся в том что когда в корабле пробоина в броненосце в каком-нибудь что кидаются люди делать люди кидаются откачивать воду так вот надо не откачивать воду из этого отсека а наоборот заполнять водой остальные отсеки не пробиты и тогда корабль соответственно не потеряет ну не перевернется грубо говоря тупые лбы в морском ведомстве естественно подняли на смех его за это но русско-японская война и конкретно цусимское сражение доказали его правоту после чего соответственно эти наработки были взяты на вооружение в прямом переносном смысле и здесь на самом деле уже в советское время очень любили снимать фильмы вот вдоль тех благоустроенных ныне корпусов например едет экипаж в фильме 1991 года полицейский господи как он называется подставлю название малоизвестный фильм ну и также здесь соответственно снимался фильм 90-го года или наоборот тот 91-90 несколько важный короче они примерно в одно и то же время были сняты Вечный муж потому что идеально на самом деле подходящее для подобных целей локация ничего не надо делать пусто людей нет а здесь у нас посмотрите праздник праздник все катаются на коньках как вы знаете сейчас у нас хотят сделать самый большой каток в мире и я надеюсь в этом преуспеют возле Газпром-арены кто бы мог мне сказать еще в годы моей молодости когда этот остров стоял таким заброшенным что здесь вот будет такое прекрасное культурное пространство Москву стайл вполне себе и летом я думаю если вы сюда придете то увидите что здесь просто не пропихнуться особенно по выходным хочу похвастаться вот эта книжка она стоит 3-3,5 тысячи рублей я ее нашел в интернете за 700 новую то есть она была еще в упаковке учитесь ну и здесь довольно подробно все рассказано значит Татьяной Славьевой очередной раз поражаюсь как можно писать книжки просто берешь указы и пигачишь поэтому смотрите какой толщиной да нет я без претензий но просто к тому что например я стараюсь перерабатывать всячески те материалы которые я нахожу чтобы вам было удобно читать а здесь ну а пользуясь этим хочу вам зачитать выдержку из журнала Зочи я к тому что ну вот опять таки ничто не ново под луной кроме крупной хозяйственной ошибки отнимающей государство многие миллионы подобное заполнение столицы казенными пустырями с находящимися на них руинами имеет еще и другую сторону а именно прирост населения не могущего поместиться в центральной части города это имеется ввиду не только Новая Голландия но еще территория вот там дальше на соответственно это же мойка гид Павел Пирес да это мойка да это мойка ну и собственно поэтому великий князь Алексей Александрович и прибрал там участочек и построил себе дворец по проекту архитектора Максимилиана Мисмахера что она ополнена этим хламом и устремляется в ближайшие окрестности мы видим как понемногу уничтожаются те украшения Петербурга например Крестовский остров который давали хоть какую-то иллюзию природы и зелени на Крестовском же растут каменные сундуки без всякой архитектуры или еще хуже с претензиями на нее представляете это про нынешнюю вип территорию вот пожалуйста вот раз и два то есть это как бы получается один остров а вот это это второй остров друзья мои и поэтому вуаля отсюда видите какой красивый вид на ту прекрасную арку мы видим но мы давайте с вами пойдем вот туда хочу показать структуру непосредственно складов складов так вот почему строевой карамельный лес хранили на острове пожарного страха ради и вот прикиньте в мае 1900 года здесь поскольку здесь хранили там и парусину и и такелаж и все такое прочее вспыхивает пожар он приобретает такую силу что потребовалась эвакуация жителей окрестных домов то есть остров который был создан для того чтобы ну на него не прилетала огонь сам этот огонь спродуцировал и вызвал тем самым большую панику вот здесь очень как раз хорошо видно те самые чувакинские конусы то есть вот эти вот контрфорсы они соответственно нивелируют нагрузку на прислоняемые с той стороны понимаете то есть как бы вам объяснить вот смотрите если мы возьмем вот листик бумажки вот так вот сделаем да и нажмем вот сюда то мы почувствуем натяжение вот чтобы это натяжение соответственно немножечко срезать и строятся подобные арки ну то есть делаются вот эти контрфорсы но если вы не хотите прямо контрфорсы делать строятся вот эти вот арки то есть они имеют не только эстетическое значение но еще и функциональное ну и наконец самое главное опять таки о чем многие многие не догадываются да вот здесь у нас напротив здание морского экипажа тоже кирпичный стиль который соответственно перекликаются с постройкам острова Новой Голландии изначально по проекту Валена Даламото естественно это все ну как вы думаете должно было сделаться как облицовано быть штукатуркой но не хватило денег и опять таки слава богу потому что я вам еще раз хочу напомнить что кирпич это не очень благородный материал кирпич нужно оштукатуривать и вот представьте вот эту вот сейчас очень такую строгую стильную архитектуру с прекрасного в данном случае сочетанием цветов но и оштукатурена она бы потеряла тот самый вот ну как это сказать колорит я всегда рекомендую если вы не знаете не можете подобрать какое-то слово говорите колорит а давай-ка мы знаешь что свалим отсюда нет мы свалим отсюда по любасу мы выйдем вот здесь я в заключении вам там покажу одну штучку и поэтому благодаря тому что не хватило денег а тут нельзя ну тогда мы выйдем в другом месте потому что не хватило денег вуаля мы да я наивная душа мы проходили через охрану и тут я вдруг решил перемахнуть не зря тут значит люди ходят проверять и вот эти вот на самом деле прекрасные дырочки это не что иное как остаток вот видите вот там сверху всякие дырочки это остаток фактуры за которые должны были цепляться конструкции для оштукатуривания вот видите надпись you are on an island а мы с вами уже что знаем что you are on two islands вот что могло произойти со всем этим показывают две дырочки да здесь вот этот адмиралтейский канал он когда продолжался почему он назван потому что он вел к адмиралтейству да по нему соответственно поставляли непосредственно этот самый строевой лес но часть этого адмиралтейского канала засыпали и теперь на его месте пролегает что конно-гвардейский бульвар здесь кстати когда-то прямо на месте этой замечательной парковки была замечательная церковь по проекту Константина Тона почему почему собственно она была благовещенская это была церковь конного полка ну конно-гвардейский бульвар да отгадайте в честь какого полка названа ее снесли и вот соответственно благовещенская площадь благовещенский мост это все остатки той истории я на самом деле это знаете такой как бы трейлер трейлер одной из моих будущих проходок мы здесь еще будем с вами гулять но почему мы идем в этот прекрасный мега неуютный хочу сказать по правде пешеходный переход потому что здесь есть реликт мимо которого бегают прохожие и несмотря на то что он достаточно внятный и в общем-то узнаваемый но они на него внимания не обращают вот видите здесь проходил адмиралтейский канал который был проложен в 1717 году снял адмиралтейство Новоголландию в 1744 году заключен в каменную трубу и засыпан отгадайте почему он заключен в каменную трубу и засыпан в этом году потому что адмиралтейство утратило свой функционал у нас теперь есть адмиралтейские верфи тогда это называлось новое адмиралтейство то есть производство строительства кораблей было принесено ниже по течению реки Невы опять-таки из-за того что очень пожароопасное производство рядом зимний дворец прямо напротив резиденция императоров и как-то вы знаете ну и плюс это страдонычи эти топоры стучат как-то не очень хорошо а здесь вот вторая арка у москвичей я всегда спрашиваю что напоминает это вам про Москву надо сказать что многие отвечают да совершенно верно речку Неглинку теперь там улица Неглинка и она идет к трубной площади почему трубная площадь вуаля потому что забрано в трубу именно в эту трубу когда-то забирался Гилеровский сделал репортаж а репортаж сделал ему имя вот канал но бывший теперь когда вы увидели как существуют различные бывшие промышленные предприятия самое время рассказать что вас ждет в клубном доме от застройщика Абсолютстройсервис ну во-первых будет сохранена вся фактура вы видели что в отличие от бывшей фабрики Штиглица здесь например заботливо сохранили даже трубу дом на 44 квартиры с потолками 3,7 метра и деревянными окнами 2,7 метра как в Эрмитаже одним из самых приятных моментов лично для меня является внутренний двор по принципу в Новой Голландии где будет высажено 17 видов растений 2 премиальных ресторана авторский дизайн лобби а на мансардном этаже квартиры с камином площадь квартиры от 45 до 160 квадратных метров а сдача планируется уже в этом году ссылка для всех заинтересованных будет располагаться в описании под этим роликом одним из прекрасных преимуществ данной локации для жителей данного жилищного комплекса является близость парка лесотехнической академии по направлению к удельной о как хорош весной лесной бродил с тобой я вечер цельный и полон был тобой одной действительно лесной так называлась вся эта округа и это была дачная территория еще в самом начале 20 века собственно все эти зеленые насаждения которые здесь сохранились это своего рода атовизм того времени у меня в руках две книжки ну одна вот советская жизнь замечательных людей про Софью Перовскую вторая вот очень рекомендую Пунин архитектуры Петербурга середины 19 века Пунин это вообще один из ведущих наших искусствоведов знаменитых архитектуры почему Перовская ну потому что здесь во-первых в этой местности сначала был кружок чайковцев где начинали многие будущие революционеры а тогда еще просто абсолютно вегетарианские настроенные студенты а потом здесь в 1879 году был уже намечен раскол партии земли и воли на черный передел и народную волю когда вот одни пошли по пути террористической борьбы а вторые ее отвергли так вот почему я взял эту книжку потому что здесь прекрасным советским автором Еленой Сегал есть такой пассаж вверх по Неве в трех километрах от Литийного моста расположен дачный поселок Кушливка маленькие дачки с палисадниками сделаны как будто по одному образцу на верандах холщовые занавески с красными каемками у ворот зеленой скамейки вот собственно такая атмосфера плюс куча дачников и второй пассаж он касается уже выборгской стороны на которой мы с вами находимся мир тишина покоится над выборгской стороной над ее немощенными улицами деревянными тротуарами над заросшими крапивой канавами где где под бором какая-нибудь коза с оборванной веревкой на шее прилежная щиплет траву или дремлет тупо да в полдень постучат щегольские высокие каблуки прошедшего по тротуару писаря зашевелится кисейная занавеска в окошке и за герани выглядит чиновница причем герань здесь написано как герань ну да это правило написания той эпохи соответственно вот как раз под тот мост вы окажетесь в прекрасном зеленом оазисе где зимой вот моя знакомая которая там жила каталась на лыжах то есть можете себе представить да там где сейчас уже намечается вполне себе комфортабельное жилье раньше была загородная местность петербургцы естественно старались сделать все для того чтобы уехать из города летом потому что в городе было невозможно жить а здесь вот в этой постаральной атмосфере они могли собственно и детям здоровье поправить ну и в принципе сами отдохнуть от городской суеты и лесной начал преображаться только после Великой Отечественной войны еще даже в то время можно было здесь обнаружить огромное количество деревянных домов и строений ну а затем естественно фабричный характер местности точно так же сказался о чем мы с вами уже смогли убедиться и интересно что вот сейчас здесь видите такие железные фермы а если я вам покажу фотографию как этот мост выглядел раньше вы крайне удивитесь потому что он был деревянный ну и напоследок хочу показать еще несколько фотографий местность под названием лесной и вот этот вот паровичок довольно характерное средство передвижения которое присутствует как в воспоминаниях Пызина и Засосова в их записках о Петербурге так и в книге Успенского тоже про записки старого петербуржца это был основной вид транспорта для дачников той эпохи от себя хочу добавить что экскурсии идут полным ходом в Петербурге по выходным иногда приезжаю в Москву где-то раз в месяц следите за анонсами а для любителей чтива совершенно различного есть три книжки в продаже острый социальный роман корень путеводитель по нескому неский с перцем и книга о пиаре во время русско-японской войны вся интересующая вас информация есть по ссылкам внизу в описании гуляйте по Петербургу читайте книги увидимся с вами оффлайн и онлайн пока